Честно, я в шоке. Мария Шестопалова до сих пор не может прийти в себя. Накануне девушке пришлось уйти со своей работы. Она была педагогом по вокалу в Центре дополнительного образования. Всё из-за жалобы борца за нравственность Тимура Булатова, который прислал её руководителю фотографии из соцсети ВКонтакте. На них Мария с алкоголем, курит кальян. Есть пошлые и матерные записи, которые по телевизору показывать нельзя. Девушке всего 21 год, и она не понимает, как с её педагогической работой связана личная информация, размещенная в интернете. Многие фото, говорит, сделаны ещё до работы в Центре. Планирую находить адвоката в городе Красноярске для того, чтобы восстанавливать справедливость с Тимуром, данным активистом, оклеветавшим меня, лишившим любимого дела. Ну и, скорее всего, тоже в судебном порядке буду решать вопросы с бывшим начальством. История Марии пригремела на всю страну, и многие её поддерживают, в том числе родители её бывших учеников. Но руководитель Центра такое поведение в соцсетях своей уже бывшей сотрудницы осуждает. Всё-таки учитель должен быть примером с кристально чистой репутацией. Интересно, что на работу с детьми Марию приняли, когда она сама была ребёнком, не достигшим совершеннолетия. Всё это время ни пирсинг, ни неформальный облик, ни её фото ВКонтакте не вызывали нареканий. Была организована служебная проверка, которая должна была просмотреть все материалы, которые находятся на страничке данного педагога в социальных сетях. И, не дождавшись окончания данной проверки, педагог написал заявление об увольнении по собственному желанию. В Центре говорят, что раньше просто не видели странички Марии в соцсетях. Нареканий, возможно, и не возникло, если бы учитель скрыла спорные фото. Вам нравятся эти фотографии? Это ваш личный, семейный альбом. Тебе нравятся? Держи их у себя дома, листай и просматривай. И сейчас молодёжь, конечно, что хочу на своей стене, то я и пишу. В Управлении образования Красноярска из истории Марии сделали выводы и теперь рекомендует всем учреждениям ограничить свободу педагогов в интернете. Сегодня мы рекомендуем руководителям образовательных организаций разрабатывать и утверждать локальные акты, которые регулируют служебное поведение педагогов. То есть такой локальный акт может называться кодекс этики и служебного поведения педагога. Возможно, какое-то другое название правила поведения педагога. Подобных историй в последнее время становится всё больше. В педагогику приходит новое поколение со своими взглядами на мораль и стандарты поведения. Жизнь многих распахнута в соцсетях. Эксперты считают, что с каждым годом искать новых учителей с идеальной биографией будет всё сложнее, тем более за 9 тысяч рублей в месяц. Виталий Поляков, Сергей Кашин и Станислав Волков. Афонтова новости.